МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В преддверии второго чтения бюджета правительство региона подписало с фракциями парламента меморандум по основному финансовому документу области и направлениям расходной части. Планируется подписать соглашение с рядом фракцией в законодательном собрании. Это уже становится хорошей традицией. Поскольку мы понимаем, что бюджет – это живой организм, по сути, происходит постоянное его совершенствование, пересмотрение, перераспределение финансовых средств в зависимости от приоритетов. И мы нашли те принципиальные направления, которые были отфиксированы в проекте данного соглашения. Самое главное направление, которое сегодня требует средств, и с этим согласились все депутаты – здравоохранение. Миллиард рублей будет выделено развитие медицинской системы, в том числе первичного звена, на лекарственное обеспечение граждан, на погашение кредиторской задолженности, ряда медучреждений. Еще два не менее важных направления – инфраструктура и ЖКХ. Благодаря, скажем так, тому, что мы достигли соглашения с правительством, дополнительные средства на сверх ЖКХ выделяются. Средства немалые. Это 200 с лишним миллионов рублей. Сумма приличная. И в итоге у нас впервые за последние, ну за все годы, еще говорить, бюджет системы ЖКХ перевалит за миллиард. Мы подписали соглашение, что те вопросы, которые я как депутат, в частности газификации в моем округе села Кротовки, там 8 миллионов требуется, то, что они будут выполнены. И надеюсь, что эти соглашения как раз сдвинут ситуацию с мертвой точки, в частности по этому вопросу. По словам депутата Дмитрия Грачева, фракция ЛДПР выступает за решение первоочередных проблем граждан, связанных с жилищной и строительной сферой. Переселение людей из аварийного жилья, решение вопросов по квадратным метрам у детей-сирот и дольщиков. Наша фракция предлагает увеличение таких значимых, на наш взгляд, программ, как переселение из аварийного жилья. Это более чем на 100 миллионов рублей. Это обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Плюс 30 миллионов рублей, что позволит купить еще несколько десятков квартир. Здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, газификация, водоснабжение, транспортная доступность – сегодня важная тема для общества. Но, по словам депутатов от фракции «Единая Россия», не стоит забывать другие направления – культуру, образование, спорт и другие. То есть наши кредо, подчеркиваю, не отнять и поделить, как некоторые говорят, вот заберите с этого министерства, заберите отсюда, здесь оголите ситуацию, перебросьте туда, а именно добавить. И у нас это на сегодняшний день получается. Но почему не подписали соглашение? Потому что нам, прежде чем подписывать соглашение, необходимо выйти к населению. Нам необходимо прийти в коллективы, в те трудовые коллективы, которые предлагаются в проекте, будь то больницы, или школа, ремонт, или дорога, или муниципальное образование, правительству выполнить и сделать в 2020 году. Мы хотим убедиться, что эти виды работ, которые сегодня предлагаются, они крайне необходимы. По словам Василия Гвоздева, единороссы решили взять паузу еще раз перед принятием бюджета, проработать наказы избирателей, встретиться с людьми, а уже затем подписать соглашение, взвесив все за и против по распределению дополнительной части главной казны региона. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ.